парни всем привет мы сегодня опять с виктором у вас гостях в общем сегодня мы настроили от полуавтомат будем варить вертикаль чеки да там многие в комментариях спрашивали как это делается ничего сложного нет полуавтоматом вертикала варить довольно просто так же виктор конечно да какого шлака ничего ничего там спокойно все это варится но одну заметку хочу сделать что снизу вверх если варить то это в основном имеется ввиду толстые металлы до десятка чтобы проплавить все хорошо залить а когда металл до когда металл тоненький там двойка-тройка смысла нет снизу вверх поднимать во первых мы его будем металл перегревать да это никому не надо формат сверху вниз пробегаемся и все четко вот две полоски мы их прихватили сейчас здесь проварим снизу вверх потом развернем сверху вниз пробежимся в общем давайте парни никуда не уходим мы настраиваемся и погнали так парни варим здесь движение будем делать треугольником да но сейчас сами все увидите сейчас нам надо сделать полочку да сделал полочку и погнали треугольником и все удовольствие Когда вертикал снизу вверх варим, парни, току много тут ставить не надо, я потом скажу эти у нас параметры, чтобы у нас металл не потёк, да? Такими движениями, треугольничком, направляем, направляем и всё будет нормально. Попробуем. Так, то я думаю достаточно. Сейчас Виктор немножко поварит, да? Попробуем. 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 Не до весу будем? Нет. парни ну вот смотрите видите вот досюда где-то это я варил и у меня движения были треугольником то есть вот отсюда я начал в центр сюда и сюда вот такими движениями я варю а виктор начал немного другую технику использовать а он начал так и вот так то есть центр влево центр вправо центр влево центр вправо но можно и так и так в принципе как бы от суммы слагаемых задач зависит какая задача стоит надо кромки сплавлять не надо это уже зависит от конкретно поставленных задач сейчас давай покажем этот какие у нас параметры стояли вот видите у нас всего три метра в минуту подачи проволоки и 19 3 вольт до индуктивность на ноль мы убрали ее так сейчас попробую сверху вниз теперь так и и и Так, теперь Виктор немножко поварит. Парни, смотрите, вот эту нижнюю часть я варил, вот это Виктор, да? Я старался кромочки сплавлять, тут есть небольшая вогнутость, но это, как правило, всегда происходит, когда такой большой стык, тут примерно миллиметров 15, когда сверху вниз варим, всегда будет вогнутость. Ну, у меня на одном проекте требовали, чтобы вогнутости не было на вертикалах, да? Я пробегался еще раз, то есть я первый раз пробегаюсь, и пока это важно делать, пока металл горячий, нельзя ему давать остывать. Если мы дадим остынуть, тогда вторым проходом уже будет сложнее намного варить. Вот пока металл горячий, только мы прошли первым проходом, да, и сразу же с вторым. Накладываем, накладываем, и мы удаляем эту вогнутость, и все получается нормально. Ну, я хочу сказать, вогнутость, это не говорит о некачественности шва. Так же, Виктор? Полуавтомат довольно хорошо проплавляет металл, поэтому тут переживать не стоит. Парни, я вам сейчас в завершении хочу показать, какое напряжение выдает этот аппарат. Да, я даже сам не ожидал, мы его сейчас померили, просто ради интереса. У нас клещей не было, когда мы обзор делали на него. Сейчас у нас есть клещи. Мы вам сейчас заснимем, покажем, сколько выдает максимум этот аппарат, да? 160 с небольшим, это при синергетике. Это 160 здесь показывало ампер, а здесь так же. Давай теперь накрутим на ручной режим, поставим. Вот сейчас мы, парни, поставили ручной режим, да? И сейчас мы накрутим максимум. Вот он 12,5 метров в секунду выдает у нас. 26 вольт, 12,5 подачи. А вот сейчас смотрите, сколько он выдаст. 258, 272 дали. Ну, видели, парни, сколько он выдает? Правда, сильно большая подача проволоки, но ничего, настраивать можно. Не важно, это максимальный ток, который может выдать аппарат. Это говорит о том, что большой запас по мощности, по току. Это мечта вообще. Парни, ну, видели, мы вот замерили, сколько он выдает. Вот, то есть этот аппарат, он хоть и предназначен для таких, для тонких металлов, но десятку спокойно им можно проплавить, спокойно, даже в нижнем положении. Так же, Виктор? Да, только надо сказать, что горелка вот такая не предназначена. Да, горелка такая, конечно, будет сильно слабенькая, если варить долго, то есть продолжительное время, толстый металл. Там немножко прихватить, там, ну, небольшими, ну, такими... С отдыхом. Короткими. Говорил, отдохнул. Да, коротенькими можно. А сплошными очень долго, горелка, конечно, долго не вывезет. Она, тем более, здесь нет никакого охлаждения, особенно жидкого, да. Поэтому вот так, ребята, вот такие у нас сегодня результаты. Пишите об этом в комментариях, что вы об этом всем думаете. Тонкие металлы, не знаю, стоит ли снимать об этом, как варить вертикал. Все просит тонкие, на тонких кузовщинам. Ну, пишите, если будет интересно, мы снимем тонкие материалы, как там вертикальчик варить, там ничего сложного нет. Процесс то же самое, только единственное, ток, конечно, там придется подбирать, ну, чтобы не прожигать металл, да? Подберем, подберем. Да, ток подберем и снимем, все вам покажем. Надо в гаражах просто попросить у ребят части кузова, ну, которые на выброс. Да, да, меня, кстати, просили там кузовной металл, самый тонкий, поварить. Да, 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 мы взять, ну, покажем приемы. Поэтому, парни, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал и всем пока, до встречи в следующих видео. Будьте здоровы. Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!